Всем привет! Друзья, сегодня еще один праздничный салат в вашу копилочку. Рецепт, как всегда, под видео. Начинаю с чернослива. Заливаю его водой комнатной температуры. А репчатый лук надо мелко порезать и замариновать. К луку добавляю сахар, соль, уксус и заливаю кипятком. Друзья, на моем канале много простых и очень вкусных рецептов. Подписывайтесь и делитесь видео с друзьями. На сухой сковороде обжариваю шампиньоны. Масло добавляю, когда вся влага выпарится, так шампиньоны получаются вкуснее. И, конечно же, добавляю по вкусу соль и перец. Готовлю заправку. В равных пропорциях смешиваю сметану, майонез, добавляю мелко нарезанный укроп и черный перец по вкусу. Все хорошо перемешиваю, а зелень вы можете добавлять, которая вам нравится. Ну, а теперь собираем салат. Первый слой – это жареные грибы. На грибы идет заправка. Можно выложить с помощью ложки или пакетика. Сделайте, как вам будет удобно. С чернослива воду, конечно, сливаю. Режу тонкими полосочками и выкладываю сверху на заправку. Куриное филе варю заранее, конечно же, с добавлением соли, перца и различных приправ. Теперь его мелко порежу и выкладываю сверху на чернослив. На мясо идет, конечно же, слой заправки. Если вам не нравится такая заправка, то можно использовать просто майонез. Лук замариновался. Сливаем воду и выкладываем слой лука. Желтки отделяю от белков и натираю на мелкой терке. И посыпаю желтками сверху на лук. Следующий слой – свежий огурчик. Нарезаю как можно мельче, так он будет более сочный. И еще один слой заправки. Сочетание с майонезом дает как раз более нежный вкус. И последний слой – это белки, натертые на мелкой терке. Ну а так как у нас салат березка, конечно же, будем украшать. Чернослив режу тонкими полосочками и выкладываю сверху на салат. Ну а как же березка без лепестков? Сюда очень хорошо подойдет зеленый лук. Друзья, вот салат и готов. Так просто и очень вкусно. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита! Продолжение следует...